Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. От вашей активности будет зависеть, продолжим мы дальше или нет. Поэтому на вас вся надежда. Второй сезон народного музыкального проекта «10 песен атомных городов». Это глобальное мероприятие. Я надеюсь, что этот турнир станет традиционным. И ежегодно мы будем собираться именно в формате 3х3. Большой праздник баскетбола в Десногорске. Мы должны доказать, что наш город атомщиков самый лучший. И это не простые слова. Субботники в рамках проекта «Комфортная городская среда». Мы очень-очень довольны, что в таком возрасте мы ездим на фестивали. Фестиваль «Энергия жизни». На плановом совещании с руководителями подразделений директор «Смоленск АЭС» сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, 8 блоков в ремонте, фактическая мощность 22 869 мегаватт. Выполнение плана ФАС по отпуску электроэнергии 104,1% по концерну. О техническом состоянии «Смоленское» сообщил главный инженер предприятия. Два блока в работе. 2006 мегаватт суммарная мощность. Третий блок в ремонте с 31 мая. 89-й сутки ремонта до окончания ремонта 71 сутки, до пуска 81 сутки. Выработка электроэнергии с начала августа составила 1,2 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов. С начала года выработано 12,9 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 626 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленское» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Десногорске состоялась запись видеоклипов второго сезона проекта «Десять песен атомных городов» – одного из самых популярных творческих проектов госкорпорации «Росатом», который объединил сотни тысяч жителей всех атомградов. «Десять песен атомных городов» стал частью глобального проекта музыканта и продюсера Тимура Ведерникова «Музыка вместе», аналога знаменитого «Plane for Change», придуманного в США с целью объединить музыкантов во всем мире. Идея этого проекта проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Проект был задуман на десятилетие госкорпорации «Росатом». В этом году он получил неожиданное продолжение. Для меня было вообще большим сюрпризом, что будет продолжение проекта, потому что, мне кажется, в прошлом году мы так здорово все сделали, это имело такой яркий отклик и вообще все получилось замечательно, что лучше сделать довольно-таки сложно. Но судьба и руководство «Росатом» распорядились иначе, и мы делаем второй сезон. Второй сезон. Это классный опыт пообщаться с профессионалами, поучаствовать в таком проекте музыкальном. Это здорово. Нужно чаще участвовать в таких конкурсах, потому что ты открываешься по полной, ты знакомишься с новыми интересными людьми, и мне очень не нравится. Но не только участники проекта в восторге от процесса. Наш город тоже произвел впечатление на гостей. Надо еще поискать города, где так безопасно. На самом деле, во-первых, как Тимур обычно говорит, вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в таком городе, потому что абсолютно видно, что в этом смысле все хорошо. А что касается природы и экологии, опять же, надо поискать еще в России города с такой красотой, с такой природой. 21 город атомной отрасли, более 500 исполнителей в возрасте от 4 до 92 лет. Три месяца съемок и более 100 часов отснятого видеоматериала. Все это проект «Десять песен атомных городов». Съемочная группа работает ударными темпами, ведь на каждый город у них отведено всего два дня. Стараются не упустить ни минуты. Съемки проходят даже на закате. «Идея вечерней съемки вообще сама нам по себе показалась очень интересной. И самое приятное, что я думаю, во всем проекте ни у одной команды не будет вечерней съемки. А у нас она была, солнце было прекрасное, ветер, вообще бриз такой козырный. Ну, я считаю, что получится отлично». Для некоторых песни, которые они исполняют в проекте, это «Мечта детства». «Я эту песню обожаю с детства. Всю жизнь мечтала попасть на «Юноную авось». Попала на один из последних спектаклей, где играл Караченцев. И просто счастлива, что мы взяли в коллективе, пели эту песню. И то, что проект посчастливилось, что они тоже взяли эту песню в проекте. Поэтому я вот прям полностью удовлетворена и довольно счастлива». Результатом этой огромной работы станут 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Все записи делаются вживую. Собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны. Каждый из участников этого виртуального совместного творчества привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видеоклипы, показывающие, как, несмотря на все культурные, национальные и религиозные отличия, музыка способна объединить людей и нести мир и любовь. 24 августа участниками проекта «10 писен атомных городов» стали все десногорцы. Такого масштаба Десногорск еще никогда не видел. Специально для этого события из Москвы была привезена и собрана сцена. Качество звука и света поражало воображение. Для десногорцев, чтобы они могли подпевать, на экране за артистами пустили слова песен. Все композиции, звучавшие в этот вечер, были отсняты и смонтированы в клипы еще в прошлом году, так что жителям нашего города они уже были знакомы. Десногорск с удовольствием поддерживал артистов. Теплая публика, очень добрые, открытые лица, прям замечательные. И народу как-то собралось, прям я очень доволен. Все с нами пели и плясали. И действительно, атмосфера общего веселья и единодушия не покидала площадь. Руководители города тоже не удержались и вместе с артистами исполнили бременских музыкантов. Большое спасибо вот этим хорошим людям, которые вышли с инициативой, создали такой классный проект. Вовлекли туда нашу молодежь, нас всех собрали здесь, нам эти песни показали и мы вместе с вами их поем. Это праздник. География концерта была очень обширна. К нам приехали музыканты из Заречного Пензенской области, Новоуральска, Соснового Бора, Полярных Зорь, Железногорска и Москвы. Конечно, не обошлось и без участников проекта от Десногорска. Десять песен атомных городов уже собрал сотни участников и еще больше зрителей разных возрастов, ценителей творчества атомщиков. Сам этот проект очень много значит для нашего города, помогает приобщить наших горожан к какой-то деятельности культурной. Мне здесь очень нравится. Для меня это удовольствие получаю. Очень нравится концерт, песни моей молодости. Я с удовольствием слушаю этот концерт. Красивая сцена, очень много цвета. Народ потянулся, это немаловажно, конечно. Атмосферно. Проект продолжает свою работу. После нашего города им предстоит объехать еще семь атомных городов. Всего в этом году участвует 21 город. Поддержка жителей очень важна для дальнейшей работы и судьбы проекта. Вашей активности будет зависеть, продолжим мы дальше или нет. Поэтому на вас вся надежда. Будьте с нами. Проект «Десять песен атомных городов. Территория культуры. Музыка вместе». Давайте будем вместе. Подписывайтесь на канал, смотрите видео и ставьте лайки. И тогда в следующем году проект «Десять песен атомных городов» обязательно продолжит искать новые таланты. Впервые в истории концерна «Росэнергоатом» в Десногорске прошел чемпионат по баскетболу 3х3 среди мужских команд в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом». На торжественное открытие пришли десногорцы, неравнодушные к этому командному виду спорта и почетные гости. Открыл соревнование директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Уважаемые участники соревнований, дорогие гости. Оранжевый мяч опять завьется над корзиной баскетбольной. И победить сильнейших темам успеха, боевого настроя, переживания тренера, участия болельщиков. С праздником вас! Чемпионат работников станции России – событие неординарное, но проходит впервые. И именно наш город был выбран для проведения такого мероприятия. Это очень почетно и ответственно. Участников и гостей соревнований приветствовал глава города Андрей Шубин. Уверен, что день баскетбола пройдет на самом высоком уровне и останется в памяти у всех присутствующих. Желаю всем участникам соревнований высоких результатов и новых побед. А гостям и зрителям отличного настроения и ярких впечатлений. В 2017 году баскетбол 3 на 3 вошел в программу летних олимпийских игр 2020 года в Токио. Это знаковое событие для любителей игры с оранжевым мячом. Напомним, что в баскетболе 3 на 3 в состав команды входят 4 игрока. Каждый матч продолжается либо 10 минут чистого времени, либо до того момента, как один из соперников наберет 21 очко. Динамика игры позволяет получить быстрый результат команды и игрока в отдельности. В чемпионате концерна приняли участие 6 команд. Представители Смоленской, Нововоронежской, Курской, Калининской, Ленинградской атомных станций и команда центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Всего 35 спортсменов. Большому сожалению, конечно, буквально в последний день по техническим причинам не сумел приехать за речной командой, готовилась. Очень хотела приехать в Балакова. Может быть, не очень удачное время, август месяц будем корректировать время, но я просто уверен сегодня. И мы с вами наверняка встретимся, что в следующем Кубке 3-3 будет участвовать минимум 9 команд, а центральный, например, 10 команд из нашего концерна. И уверен, что мы будем приглашать еще из корпорации другие команды, которые сегодня тоже хотят с нами играть. Для баскетболистов участие в таком масштабном мероприятии стало знаменательным и незабываемым событием, в котором можно испытать свои силы. Они по достоинству оценили и организацию соревнований. Немного волнительное чувство. Мы сохраняем хладнокровный настрой перед играми, стараемся показать свою лучшую игру, будем биться до последнего, навяжем всем командам конкуренцию. Это глобальное мероприятие. Я надеюсь, что этот турнир станет традиционным, и ежегодно мы будем собираться именно в формате 3 на 3. Мы имеем здесь отличную базу, две прекрасные площадки. Я с большой радостью принял участие. Просто я восхищен этой площадкой. Я даже завидую белой завистью всем дисногрозам, вспоминая свой опыт, как мы играли в спортивных залах. В школах, на улице, на бетонных площадках. И получить такую площадку. Игры проходили по круговой системе и очень активно. Болельщиков в этот день ждал красивый баскетбол. Мощные броски и точные передачи. Конечно, не обошлось без фолов и прессинга. Великолепный дриблинг и владение мячом демонстрировали спортсмены-атомщики. И хотя все они непрофессиональные игроки, зрелище было захватывающее. Дезногодь! 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 Мы очень сильно хотим, чтобы Данил Евгеньевич забил очень много голов. Десногорск – самая лучшая команда. Вот я думаю, что наша Смоленска, АЭС и Десногорск выиграют. Мощная поддержка зрителей помогла нашим спортсменам отыграть достойно. В итоге первое место у команды «Соснового бора». Десногорск, немного уступив, оказался на второй ступеньке Федестала. Третьими стали баскетболисты из Удома. Также в каждой команде были отмечены лучшие игроки. А самым полезным игроком турнира оказался десногорец Игорь Гладышев. Все они получили призы и памятные подарки от организаторов турнира. В рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустраиваются территории Десногорска. Активные жители нашего города решили помочь привести в порядок место возле кафе-сервис и вышли на субботник. В марте этого года в рамках проекта «Комфортная городская среда» парковая зона в 4-м микрорайоне заняла 4-е место в народном голосовании на благоустройство. Несмотря на это, совет руководителей предприятий города принял решение приступить к облагораживанию этой территории. При финансовой поддержке Смоленской АЭС и организации города излюбленное место семейного отдыха стало превращаться в уютный зеленый уголок. Работа проводится здесь серьезная, масштабная. Здесь не только будет сделана планировка территории, здесь появятся пешеходные дорожки, появятся комфортабельные скамейки. Одним словом, территория в ближайшее время заиграет по-особенному. Если вы активны, хотите показать то, что вы можете, приходите сюда и мы вместе с вами сделаем еще одно доброе дело, которое будет радовать наших горожан. Десногорцы с энтузиазмом откликнулись на призыв совместными усилиями привести парковую зону в порядок. Здесь была вывеска, мы гуляли с семьей и я решил принять участие в благоустройстве города в свое свободное от работы время. И очень приятно, что здесь собралось много единомышленников, единая команда. И все мы принимаем участие. Очень от этого приятно на душе. Все десногорцы, которые не могли остаться равнодушными и пришли на субботники, считают, что красота и порядок в городе очень важны и зависят в первую очередь от самих жителей. Тут самое лучшее место, где все жители города с удовольствием отдыхают, особенно с детьми. После прогулок обязательно заходят в кафе и, соответственно, очень приятно, что сейчас администрация взялась как раз вопросом подготовки вот этого парка, приведения его в соответствующий вид. Мы должны доказать, что наш город Атомщиков самый лучший. И это не простые слова, это нужно, это нужно нашим детям, это нужно нам прежде всего, ведь это же свежий воздух. Побольше нужно делать таких общественных работ, чтобы мы могли выходить дружно, общаться здесь и выполнять какие-то общественные работы в пользу города. Заметил, что люди тут узнал, поинтересовался тоже. Вчера первый день вечером узнал, захотел, попробовал, мне понравилось. Решил сегодня прийти. Город молодой, детей много, детские площадки есть, но они многие оставляют желать лучшего. А вот эта детская площадка в центре города очень нужна. Замечательно все сделано, и кафе рядом, и зелень, и дорожки. Это самое посещаемое место. Такие субботники проходят практически каждый день. Все желающие помочь в благоустройстве родного города могут прийти и внести свою лепту. Ансамбль «Гармония» ветеранской организации «Смоленск АЭС» стал победителем шестого фестиваля конкурса самодеятельных творческих коллективов и прикладного искусства неработающих пенсионеров концерна «Росэнергоатом» «Энергия жизни-2018». Творческий праздник прошел с 13 по 17 августа в Сосновом Бару. Фестиваль объединил лучшие творческие коллективы ветеранских организаций девяти атомных станций и опытного конструкторского бюро машиностроения «Гидропресс». Более 200 ветеранов атомной отрасли со всей России. По отзывам участников и зрителей, все коллективы привезли на фестиваль очень интересные программы. Каждый участник на сцене дарил зрителям столько любви, энергии и позитива, что, выходя из зала, еще долго все оставались под этим впечатлением. Ансамбль ветеранов Смоленской АЭС «Гармония» в очередной раз доказал, что он один из лучших среди творческих коллективов неработающих пенсионеров атомных станций России. На фестивале он стал дважды дипломантом первой степени в номинациях «Академическое и народное пение». Организация замечательная, на высшем уровне. Я первый раз в этом городе, очень понравился город, очень понравились улицы. Очень-очень довольны, что в таком возрасте, да, и мы вот ездим на фестивали, да, и когда нас принимают хорошо всем, очень нам нравится все. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе на этой неделе. 2 сентября с 10.00 до 18.00 на стадионе «Атомтранс» пройдет межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Козорла». 3 сентября в 12.00 на городской летней эстраде состоится детско-развлекательная программа «День детства». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok